Кто случайно заглянул ко мне, кто по мне скучал, я здесь. Привет! Приветствую всех на своем канале. Я с Великой Портнягиной. Друзья мои, навеяла, ну вот просто экспромт, огурцы навеяли. Это выдумка, как говорится, на сейчас. У нас будет ужин, ну как вам, закусь. Для этого нам понадобятся огурцы свежие, лук репчатый, ну можно зеленый. Селедочка, у нас собственная посола, майонез и вот здесь варятся яйца. Пар. Вот они. Нам понадобятся яйца вкрутую. Будет не упало туда, вот эти яйца у меня. Так-с, как-нибудь поставить, чтобы... Ладно, вот так. Короче, друзья, пока варятся яйца, блин, как же поставить, чтобы... Ничего мне тут пара мне отдала. Пока у нас варятся яйца, я разделаю... Мне нужно филе от селедки. Вот. Поэтому я сейчас пыренько его тут наделаю. И будем продолжать дальше. Итак, друзья, два кусочка селедочки я порезала вот такими кубиками. Вот. Теперь мы будем ездить огурчик таким же образом. Тоже кубиком. Или как вам заблагорассудится. Вы, наверное, думаете, боже, что я там по-моему выдумывала. Блин, вы знаете, почему у меня пришла эта мысль? Потому что я по отдельности... Это все мы кушали все. Отварное яйцо, селедка, огурец. Это такая вкусная закусочка. Вот. Поэтому все вместе я решила это все смешать. Огурец нарезаю. Приступаем к лучку. Срезала тут немножко испорченную. Домашний лук. Угу. Так. Ну, готово кубиком. Я нарежу четверть кольцами. Лук мелкий. Здесь можно еще что-нибудь добавить, но... Я уже делаю самый простой вариант. Что меня чуть подвигло на это? Селедка пересолена. Итак, друзья, я не знаю, сварились у меня яйца или нет, но... Будем надеяться. Сейчас я хочу вам показать, чему научил меня Лазерсон. Берем яйца. Это я морковку перемыла. Берем яйца. Включаем холодную воду. И заливаем их холодной водой. Горячую выливаем. Холодно. Пусть немножечко протечет. Чуть-чуть хотя бы. Чтоб руки не обжечь. Теперь здесь же расколачиваем. Кому они у меня не дворились. Ну, ладно, ладно. Разбираем. Просто разбиваем корочку. Это луку. Подбиваем скорлупу и возвращаем в воду. Можно прямо в воде это сделать. Мне неудобно. Мало места. Вот. Сейчас они полежат. Теперь немножко сливаем воды. Чтоб показать не было вам удобно. Фишка в чем? Знаете, да? В чем фишка? Фишка в том, что это делается очень быстро. В воде надо счищать. Маленькая у меня. Смотрите. Видите? Хоп-хоп. Несмотря на то, что у меня мелко разбито, счищается очень быстро, потому как вода попала под корочку. И теперь легко снимается кожура. Без проблем. Поэтому берите на возружение. Я когда первый раз увидела у Ильи, я тебя всегда так делаю. Время никогда не пропадает. Как говорится, даром. Все быстро и ловко. Теперь я поласкиваю яйца. И выкладываю на кусочку. Яйца тоже нарезаем кубиком. У кого есть яйца-резка, я рада за вас. У меня нет. У меня, кстати, когда сын был маленький, Женя, у меня была такая яйца-резка. В 90-е она только появилась. Даже не 90-е, еще не было 90-е. Вот. Я купила такую яйца-резку. Ой, как я была счастлива. Чик-чик, 2 секунды и готова. Ну, сын у меня был маленький. Он любил шастать по кухне и играться тем, что он в ней найдет. Ну, я как-то он ее нашел, пальчиками побрынкал. Она как Лира звучит. Ну, и все, я ему отдала. Ну, и, естественно, конечно, он все эти струны порвал. Ну, и ладно, все. С тех пор я яйца-резки больше не покупала. Но звуки Лиры он выдавал мне классные. Ходил и играл по квартире на яйцерезке. Прикольно было. Вот таким образом я нарезаю яйцо. Итак, мы вырываемся на финишную прямую, друзья мои. Добавляем селедку. Да, кстати, если вы будете оставлять на завтра еще салатик, да, это с закусочку, то, пожалуйста, лук не добавляйте. Кстати, и сюда можно было добавить побольше лука, но я уже все. Вы не будете заморачиваться. Добавляем майонез. Слишком много не добавляем. Так, пару ложечек. Вот. Еще я хочу немножко добавить пряности своих любимых. Такс. Ну, что мы добавим? Ну, что тут у меня шарился. Ну, что мы добавим? Добавим кинзу. Ой, кориандр. Так, немного имбиря. Так, что у нас еще? А, и розмарин, бекон, у меня был. Размарин. И розмаринчик. Такс. Добавляем кориандр, имбирь и розмаринчик. Так, это все. Лучше, конечно, это все надо было растереть. В сутки. Ладно, и так. Такс. Немного сушеного молотого имбиря. Красота. И чуть-чуть розмарина. О, простерся хорошо. Вот так вот. Перемешиваем. И немного хулиганства. Все от себя, значит, и хулиганство от себя. Лимончик. Буквально чуть-чуть. Буквально капельку. Буквально капельку. Ну, все. Теперь можно размешивать. Это замкусть будет с черным хлебом. Это просто. Я в этом уверена. Ну что, ни кинулую резину я не буду показывать. Перемешиваем. Итак, друзья, еще не пробовала. Ждем. Последний стрих. Базилик, укроп, кинза, петрушка. Немного зеленушки свежей. Как это лето. Сама природа велела нам это сделать. Ну, аромат, я хочу вам сказать. Я не солила. Здесь только селедка и майонез. Пряности. Кстати, индусы используют очень мало соли, потому как они кладут пряности. Пряности заменяют соль. Все, друзья, последний стрих. Вот так. Пробую для вас. Снимаем пробу. С черным хлебушком. Друзья мои, это нечто. Скажу я вам. Это можно назвать салазом. Угу. Друзья, приготовьте. Осталось у вас пару кусочков селедки, которые никто не будет кушать. Что-то подобное можно сделать. Мои любимые пряности. Я, как всегда, не ошиблась. Воспечающий вкус. У меня тормоза. Суштани божественные. Друзья мои, желаю вам творческого потенциала, кулинарного вдохновения. Ммм, хороших едоков, благодарных, вкусных, необыкновенно потрясающих блюд. Всего самого-самого-самого доброго. Друзья мои, ходите по ссылочкам. Желаю вам радости, любви. Солнечного, волшебного настроения. Всего самого доброго. Чао-какао.